всем привет кто заглянул на мой канал добро пожаловать всем очень рада подписывайтесь если еще не подписаны на своем канале я рассказываю о парфюмерии в основном это бюджетная парфюмерия и у меня очередная осенняя подборка если вдруг не знаете не смотрели мои предыдущие я оставлю ссылочки под видео как обычно и это уже седьмая подборочка каждую неделю я делаю себе подборку из пяти ароматов чтобы прогнать свою коллекцию самой для себя потому что есть ароматы которые застоялись есть ароматы которые я покупаю и просто ставлю в ящик не успеваю пользоваться в общем беру какие-то себе на неделю основном все они какие-то такие подходят на осень и давайте же начнем по традиции начинаем эту подборку с аромата от лариф это польский бренд который делает аналоги я уже так скажу что довольно даже известная марка это стало какие-то ароматы хорошие бывают что они снимают но все время следят они за тенденциями в этом году кстати у них вышла новинка называется her choice я видел у нас уже в магазинах это аналог на армании my way который белый цветочный но земляничный сторону вот этих линтер ди я протестировала это такое отступление не знаю зачем вам эта информация я протестировала но почему-то я его не купила и думаю что мне все-таки надо за ним вернуться сегодня посмотрю если он будет я куплю его просто для коллекции мне понравился он очень шлейфовый я обшикнула его магазине на блоттер и действительно прям классный очень похож просто у меня есть и линтер ди и аналоги поэтому я думала зачем мне вообще он нужен но так как это редкость и может быть он вообще нигде в других местах не появится я думаю что для коллекции мне нужно будет его прикупить в общем-то и он к тому же был по скидке а свою подборку сегодняшнюю я начну с аромата который называется dream у меня он стоит в коробке потому что я им совсем не пользовалась он какой-то мало известно о нем мало говорят но по-моему его можно еще купить и его не снимали насколько из нас производства аромат купила я летом как-то снимала на его распаковку и все с тех пор я его поставила и как бы не пользуюсь вот такой флакончик очень даже добротный все сделано качественно у лариф есть несколько типов флаконов которые они с определенной периодичностью повторяют и так жидкость розового цвета крышка давайте пшик ним я хочу себе напомнить как он пахнет это какой-то неизвестный аромат сам аромат на который сделан аналог я имею ввиду оригинал покупала я его вслепую летом он мне кстати казался совсем другим сейчас он намного вкуснее звучит но все равно здесь есть для меня это ретро нотка она даже не ретро но она такая тяжеловатая для меня покупала вслепую опять-таки такое можно вслепую покупать стоил он мне 5 евро покупала из-за ноты малины хотя сейчас чем больше я покупаю ароматы с малиной понимаю что все-таки звучит она не так как я бы хотела может быть мне не стоит даже искать прямо я тут как-то купила опять болтологическое отступление сироп малиновый и вот он пахнет очень вкусно такой натуральной малиной как с куста и одновременно сладко и одновременно много вареньево в общем-то но в ароматах редко я встречаю именно такую малину кстати даже он немножко меняется то есть есть у него какое-то раскрытие аромат сладкий вообще здесь он белые цветы в самом начале заявлено древесный ванильный сладкий пудровый цитрусовый и да он сейчас прямо прикольно звучит летом мне он как-то сразу фу-фу-фу сейчас видно ему нужна прохлада и как раз ему вот нужно осень красное яблоко у нас здесь откуда я взяла малину наверное на сайте а рекоменд я читала на него отзывы там девчонки писали что какая-то морозная малина в снегу что-то такое мне почему-то в голове так отложилось цветок апельсина белые цветы ваниль сандал оливковое дерево очень странные ноты да почему тогда он цитрусовый я не понимаю вообще может быть есть какие-то несовпадения но здесь кое что то есть такое звонкое то ли это цветок апельсина в общем он необычно звучит и даже мне кажется какие-то оливки здесь солоноватые мелькают но это если фантазию подключить опять-таки говорю девчонки этот аромат я не знаю вот сейчас смотрю ищу на что он похож и не знаю versace bright crystal нет не похож бритни спирс фэнтези нет не похож не похож не похож не похож и какой-то здесь 1 а джорджио армани уже не новый им пори армани даймонд вот такой вот я вставлю картинку с чем его сравнивают не знаю насколько это правда аромат уже не новый 2007 год вот там личи и малина потому что мне кажется что здесь на фрагрантики у конкретного лариф не те ноты я поищу на сайте на их официальном лариф и ставлю вам нотки ну немного такое есть ретро вас да какая то есть такая нотка есть очень звонкая в общем то я его не знаю я беру его в подборку попробую его поносить не знаю что из этого выйдет и как пойдет в общем то такое открывает на сегодняшнюю подборочку ларифчик такая коробочка такой флакончик потом вам расскажу что и как следующий аромат будет от zara это один из моих любимых в принципе ароматов из всей моей коллекции это аромат из коллаборации с джо малон ибо не вот кто меня смотрит знает что я люблю этот аромат очень еще кто меня смотрит знает что я фанат ноты вишни парфюмерии как выяснилось за последнее время я ищу 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 вишневые ароматы скоро я буду снимать ароматы которые у меня есть вишневые у меня уже есть одно видео на канале но там были ароматы просто все с вишневой ноты они те именно где я прям вот стопроцентно слышу вишню я хочу немножечко снять обновленное видео кое-какие ароматы у меня добавились какие-то мне нравятся какие-то мне не подошли я хочу с вами поделиться еще пока не снимала данное видео но в общем-то не об этом и так я знаю что все вишневые ароматы они очень дорогие которые прямо классные у меня будет такая аля бюджетная версия парочка подороже будут в общем-то ибо не вот здесь вишни не заявлено и кто-то считает этот аромат мужским кто-то не знаю кто-то его не любит что совершенно нормально я к своему счастью здесь лишню слышу поэтому этот аромат я очень люблю я по нему соскучилась я покупала его наверное с год назад здесь по моему всего три нотки гвоздика что-то там еще аромат такой теплый и вишни здесь она я не скажу что она прямо какая-то мною нафантазированные я вот и и представляю я слышу здесь вишню вишню сушеную сладкую аромат стойкий аромат шлейфовый аромат классные но опять-таки мой любимый что я могу один из моих любимчиков я ничего плохого про него вообще сказать ну как у меня язык не поворачивается как бы теплый пряный древесный мягкий пряный это уже 2019 год действительно он такой прямо вишнево терпко древесный вот замес каких-то деревяшек но ибо не вот это и есть и беновое дерево то есть вот оно такое коричневое на такое сочное прям вот этот пахнет прям с пилом дерево и тут же идет это вишня и она сушеная уже сто раз рассказывала поэтому с этим ароматом точно точно да просто беру его потому что ну время его осень вообще на самом деле если честно премия его зима для меня и зимой я его тоже собираюсь носить и будет у меня и зимние подборки я старалась сделать так чтобы зимой ароматы не повторялись с теми которые я вам показываю каждую неделю ну в общем коллекция позволяет мне делать такие подборки чтобы не одно и тоже вроде как вам показывать еще и новинки у меня уже на подходе девчонки ставая остаемся на связи заказала посылочку она уже в пути не буду пока рассказывать в общем эбо не вот беру буду носить но скорее гвоздика даже ноты не назвала там я ставлю где-то картинку гвоздика с чем-то как именно приправа дает здесь вот это ощущение вишневости скорее всего не знаю очень вкусный очень сладкий от шлейфовый но все таки я думаю ему нужна улица ему нужна прохлада ветерок мне очень нравится он зимой как он с курток звучит смеха шлейф от шапок я не знаю посмотрю как будет осень мне кажется с пальто например с таким черным пальто с каким-то бордовым шарфиком что-то такое знаете будет классно далее 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 следующий аромат третий у меня сего будет опять в коробочке аромат от марки полис и линейка называется тубе и у них там разные тубе и меня конкретно до queen у меня еще есть следующий подборки наверное будет тубе и гуд вайпс в общем-то это такие черепочки тоже купила даже не помню когда по весне и вот у меня так и стоит даже в слюде еще стоит что я не пользовалась первое впечатление отсняла и поставила и помню что мне не понравился по первым впечатлениям посмотрим что будет сейчас я его с тех пор его не тестировала может быть он настоялся вот такие черепочки слышала много как много я пару отзывов слышала девчонок что классный фруктовый я люблю фруктовые ароматы здесь абсолютнейшие бюджетнейшие я бы сказала наидешевейшая крышка по камере этого не видно но когда она оказывается вот так все отлично да как бы черепок и черепок так знаете но когда эта штука оказывается у вас в руках то примерно такое ощущение дешевой китайской детской игрушки которые примерно на полчаса игры хватит но это вообще-то не важно если он стоит на полочке где-то то в принципе смотрится норм и давайте к аромату помню что мне напомню помню что напомнил да когда я тестировала его в первый раз мне он напомнил аромат который у меня уже есть сейчас он мне так нравится а может и нет все так это да и реально он похож на этот аромат опять очень похож на монблан фэме индивидуэля вставлю картинку который тоже я недавно показывала на предыдущей какой-то неделе осенний подборок этот аромат опять здесь есть вот эта сильная еловость это скорее всего розовый перец я так всегда слышу но этот более сладкий может быть тому как раз не хватает сладинки если хотели монблан попробовать но тот конечно подороже не знаю такой бюджетный люкс этот я не знаю везде цены разные на натина по моему что-то он подороже я покупала наверное вот свои 40 миллилитров евро за 10 наверное в общем мне кажется можно найти ну он такой прям кто-то любит розовый перчик кто знает о чем монблан аромат фруктовый сладкий древесный цитрусовый почулиевый пудровые ваниль на свежие белые цветы тропически красные ягоды конечно же я из-за них его купила слепой это это моя фишка такая когда вижу красные ягоды или красный флакон что-то происходит моему мозгу вишни ягоды малина клюква кстати не знаю какое видео выйдет первым я еще буду снимать ароматы с нотой клюквы тоже у меня есть там одна новинка но скорее всего после этого видео да так что апельсин мандарин петит грейн ананас персик жасмин фиалка почули ваниль кедр мускус пирамиды кстати очень такая хорошая но богатая я бы сказала аромат вообще не новый 2013 год я так знаете у меня тут целая штучка так удобно вот с такими вот стикерами всякими разными я взяла тут себе потому что нет времени делать блоттер и вот я прилепляю на палец и мне очень удобно это отступление не по теме знаете я как-то сегодня пытаюсь немножечко поднять вам настроение и себе тоже чтобы отвлечься забыться думать только о парфюмах просто чистить свой мозг знаете как с телефоном есть говорят что нужно делать очистку мозга также как с телефоном очистку памяти и вот это все освежать свое мышление иначе в этом тяжелое время можно просто с ума сойти чокнуться я вам реально говорю вот прилепляю на палец мне очень удобно очень аромат звонкий очень яркий прям вот здесь все вот это такой почульность и цитрусы бьют прямо в нос вот красные ягоды не знаю для меня это вот какой-то розовый перец я думаю что очень многим он понравится не скажу что это прям супер супер мое направление потому что здесь есть вот это вот еловость какая-то но он прямо мощный я понимаю почему он людям нравится так что еще раз говорю если знаете о чем аромат интересно сравнивают его тут и со звездочкой сравнивают с от мюглером не знаю мне то вообще не нравится голубая да смон блан его тоже сравнивают фэма индивидуэля так что беру попробую поносить не сказать что ну не знаю сравниваю с джуси кутюр есть такие сравнения которых я уже говорила просто не понимаю я долго долго болтаю давайте переходить к следующему такой в общем-то черепок сочный яркий возьму попробую поносить скорее тоже на улице надо как-то его носить я уже не знаю мне нужно стирать срочно все свои пальто все свои куртки шапки шарфы иногда мне кажется у меня уже такой замес происходит что я уже не понимаю где и чем я душилась просто такие какие-то проблемы парф маньяка так сколько у меня осталось два ароматика но не умею я быстро не умею я за три секундочки вот такой adidas беру себе еще маленький born original да называется давайте его пшикнем помню что он в принципе мне нравится так уже нет у меня этой штучки я даже не знаю где она у меня тут такая типа как чека было но аромат это тоже многим понравится здесь почему-то я думала что он миндальный вкусный вкусный да это не такие adidas и которые эти продаются в красных флакончиках более бюджетные это такая уже линеечка повыше мне кажется фруктовый сладкий цитрусовый ванильный кокосовый лактонный древесный пудровый свежий пряный фужерный абрикос апельсиновая кожура бергамот за сахаренное яблоко кокос жасмин бобы танка оливковое дерево кедр тоже хорошая пирамида но такая аромат действительно много такое кокосово-кремовый но кокос придает такой кремовости до такой мягкости какой-то он такой сбалансированный знаете как бы нет какой-то выпирающей нотки он такой прикольный мне прям нравится вкусный он прямо яркий почему-то я думала что он миндальный я не знаю кто мне это сказал кто мне рассказал я сама себе придумал и на что-то он похож я сейчас ищу ну ароматы с которыми его сравнивают я не знаю ни один тут и лайф от филга босс и просто босс вот в таком флакончике ну можно посмотреть это все на фрагрантике я знаю что и с чем и он вот не знаю я не могу какие-то отдельные ноты возможно да что-то яблочное мне здесь слышится на старте возможно что-то было очень цитрусовая в общем не знаю даже что еще сказать интересный аромат но тоже такой довольно таки мощные не знаю что попробую и дома поносите может и на улице получится я не заставляю себя носить все эти ароматы вот например прошлая неделя у меня вообще не удалось я вот выбрала себе и вам рассказала и практически не носила какие-то ароматы мне были фу зависит вообще от многого даже от настроения даже от наших женских гормонов зависит мне в какие-то дни и какие-то ароматы вообще фу-фу-фу в какие-то дни рука к ним тянется например как-то так в общем давайте перейдем к последнему на сегодня это будет а что это будет а вот что это будет это будет тоже один из моих любимчиков это джеймс бонд агент 007 for woman называется это первое у них есть еще фланкеры есть в оранжевом флаконе не флаконе прозрачном флаконе такой оранжевый есть фиолетовые у них более тропический мне больше всего нравится именно черненький мне нравится флакончик посмотрите какой он изящный немного здесь вот эта крышка но это вообще пофиг на самом деле и не знаю много я тоже про него уже рассказывала может надоело кому-то аромат бюджетный но он такой не сказать что он прям простой простой вообще изначально его сравнивали там save and attraction который всем нравится шикнула прямо на пальцы себе прямо на руку и он мне нравится ах как он мне нравится и он стойкий и он шлейфовый да не говорю вам в часах стойкость и вообще не замеряю сколько стойкость в часах все так индивидуально не знаю смотря как вы будете носить смотря куда вы будете наносить смотря какая у вас кожа смотря чего вообще ждете какой стойкости не знаю фруктовый ванильный бело-цветочный свежепряный сладкий пудровый розовый мускусный древесный теплый пряный 2015 год и здесь черный перец у нас роза бергамот ежевика гордения жасмин черная ваниль кедра белый мускус для меня этот аромат всегда был я не знаю слушаю как другие его описывают и вообще разные вот так ароматы и потом понимаешь что ты вообще не умеешь описывать люди так красиво описывают ароматы девчонки это не я я говорю лично как чем именно чем мне пахнет я не умею как-то там говорить что аромат какой-то обволакивающий или он там какой-то в общем мне может быть надо побольше как-то читать литературы и побольше эпитетов в общем я вам говорю то что то что говорю правильно для меня этот аромат всегда был на тему ежевики в первую очередь чуть-чуть черного перчика и чего-то подкопченного я не знаю ты мог какой-то что ли под копченая ежевика какая-то вот такие мысли до сих пор остаются никак он не поменялся у меня стоит уже довольно таки он меня уже давно я не знаю сравнивают его я не скажу что здесь какие-то супер цветы я слышу вот ежевик она такая немножечко размытая немного сочная одновременно ванильная немного разбавленная немножечко как с каким-то дымком немножечко с черным перцем то есть он не такой вот прямо супер 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 глубокий вроде глубокий но вот не настолько прям что он такой какой-то томный он чуть чуть более легкий чем томный сладкий но вообще абсолютно не приторный такой прямо подслащенный я бы сказала не знаю сравнивают с аттрекшеном от эйвон я знаю многие любят но я пробовала тот тоже но это мне нравится больше здесь больше дымка как-то вот сравнивают его еще сигнарины вот черненькой который у меня есть я буквально на днях и и нюхала потому что услышал тоже одной девушки женщины про этот аромат это красиво она описывала я понимаю все равно что опять-таки по-разному мы слышим для меня сигнарина ну просто очень сладкая не до конца с ней подружилась вообще и на зиму приберегаю потому что ну такая сладость мне кажется и прям снег нужен вот прям снег и мороз чтобы она не придушила этот более такой носибельные более разбавленные менее сладкие и живечно дымные про полупрозрачно такой вот вот такой вот девчонки аромат такая подборка мне нравится моя подборка прямо интересно даже интересно поносить те которые я не знаю если конечно потянется рука и если будет вообще настроение на какие-то ароматы и буду заканчивать свое сегодняшнее уже длинное видео спасибо большое что посмотрели надеюсь вам интересны такие видосы надеюсь и не надоело вам своими подборками напишите мне какой аромат сейчас носите посоветуйте какой-нибудь ваш любимые осенний она холодное время года не знаю может быть какой-то ягодный аромат в общем-то слишком много и болтаю большое спасибо всем за просмотр всем желаю добра и мира и всем пока не знаю не знаю Продолжение следует...